День открытия ДК в Карабатыри с нетерпением ждали все. И работники культуры, и местные жители, и в особенности строители. Для карабатырцев это не просто здание, а место, где они смогут заниматься творчеством, открывать и развивать таланты, и просто собираться вместе в праздники. Сельский клуб после 17 лет простоя и консервации буквально родился заново. Здание переделали полностью, от фундамента до крыши. Деньги вложили, конечно, большие, но не жалко даже для нашего родного села. Поэтому давайте активно участвуйте, приходите, танцуйте, веселитесь, бильярд играйте. Детям кружки будут, я надеюсь. Новый завклуб будет у нас скоро, чтобы он не пустовал, всегда был полон. Дети, чтобы постоянно здесь репетировали. Задачу отремонтировать ДК в рамках программы «Рухани Жангыру» взяла на себя агрофирма Карабатыр. По словам руководителя сельхозпредприятия Марата Кудайколова, впервые в Камыстинском районе частник вложил в объект культуры столь значимую сумму – более 85 миллионов тенге. Это самый крупный, я скажу, что это один из крупнейших проектов в области данный проект. Мы видим сегодня радостные лица сельчан, мы видим сегодня гостей, которые приехали издалека для того, чтобы данную радость разделить. Село получило такой вот объект, который включает в себя несколько залов, в том числе кинотеатр в формате 3D. Это настоящий подарок не только для села, а для района. В ДК полностью обновлен интерьер, оборудование и прочая атрибутика. Сегодня это современное здание с просторным холлом, бильярдной, танцполом и зрительным залом на 280 посадочных мест. Содержание кружков и секций для детей села будет лежать как на плечах товарищества «Карбатыр», так и районного отдела культуры. Планы у нас большие. Во-первых, здесь будут всевозможные кружки. Это вокальный, танцевальный. Хотим создать вокальный инструментальный ансамбль. Наш директор сейчас закупит гитары, барабаны. Разделить праздник с сельчанами приехали артисты областной филармонии и Камыстинского дома культуры. Но главными звездами сцены в этот день стали местные ребята из танцевальной группы «Ханыша», которые возрождают карбатырскую самодеятельность. Валерия Зиновьева, РТН, Камыстинский район, присодействие телекомпании «Акцент».